В городе Балаково в этом году будет реализовываться новая система организации школьного питания. Все будет по-другому, начиная с системы оплаты и заканчивая качеством приготовления блюд. И поэтому мы приехали в город Оренбург, где уже действуют комбинаты школьного питания, чтобы познакомиться с тем, как реализуются эти проекты в других городах. В Оренбурге действует несколько комбинатов школьного питания, но мы сегодня посетим самый крупный, самый технологичный, самый передовой из них. Это комбинат школьного питания «Подросток». Почему-то родители балаковских школьников скептически относятся к тому, что в нашем городе тоже будет организован комбинат школьного питания. При одном только названии мы представляем себе некую огромную столовую, где будут готовить блюда для всех школ, а на пищеблоках лишь разогревать привезённую пищу. Но на самом деле всё по-другому. На комбинатах происходит только подготовка продуктов к дальнейшему их использованию. Каждому продукту свой цех. И первый цех, который мы посетим, это цех по производству овощных полуфабрикатов. Начальник цеха Любовь Тарасенко провела экскурсию по производственным помещениям, рассказав, как именно происходит подготовка овощей на примере картофеля. Его, кстати, здесь чистят около пяти тонн в сутки. Процесс чистки картофеля. Загружаем в бункер картофель. Загружаем в бункер. Он подаётся по линии транспортной в ёмкость сюда. Здесь картофель очищается с абразивной поверхностью, с водой. Очищается и выходит на линию. Потом работники-изготовители у нас зачищают этот картофель от глазков. И картофель складывают в ящики. После того, как ящики наполнились, мы их опускаем в воду с лимонной кислотой, для того, чтобы картофель не потемнел. Пакуют чищенный картофель в вакуумные пакеты. И начинаем вакуумировать. Крышка открылась, и вот такой продукт у нас выходит за вакуумирование. В итоге в школу поступают только очищенные овощи и в том объёме, который необходим в конкретный день. Такая же ситуация и с мясом. Повар в школьной столовой даже не режет его. Продукт поступает подготовленным для приготовления блюда, предусмотренного в меню. Ежедневно мы съедаем до двух тонн мяса. Ежедневно. Это холодильная камера, куда у нас мясо поступает. Сортировка мяса происходит на крупный кусок, потому что в детских садах готовят либо из крупного куска мясо, там отваривается, либо фарш. И приготовление мелкого куска. То есть жаркое, плов, рагу не режется вручную на местах. Полуфабрикат приходит, и они его уже используют для приготовления. Крупный кусок, фарш. Здесь же находятся весы. То есть вот вы смотрите, я вам сказала объёмы, да, что ежедневно у нас там до полутора тонн полуфабрикатов готовятся. Взвешивают, наклеивают ярлыки и вакуумируют мясные полуфабрикаты. А вот от выпечки на каждом пищеблоке здесь решили отказаться. Булочки с добу и хлеб пекут централизованно на современном оборудовании в отдельном цехе. Мы будем печь вкусные булочки для наших любимых детей, внуков, школьников наших. В день смотря, допустим, 1200, 1500, но бывает это 5 до 6 тысяч единиц мы делаем. Всё зависит, что чего идёт по меню, что чего закажут школы. Пирожные заварные, глазированные, корж лакомку делаем, кольцо песочное очень любят дети делаем. В оренбургских школах, в отличие от балаковских, выпечку используют только в качестве десерта, потому что все школьники без исключения питаются по основному меню, а буфеты работают с 12 часов. Производственные цеха мы уже посетили, а вот как использование подготовленных овощей, мяса и прочих продуктов облегчает жизнь поварам, мы сейчас узнаем в школе номер 9 города Оренбурга. Продукты мы завозим на один день, то есть каждый день на следующий, потому что в данной школе питается от 700 до 800 человек. Феты практически у нас не пользуются спросом, потому что все дети питаются горячим. Для того, чтобы пища была горячей, накрытие, нами три года назад были введены в специальность официант, и процесс сервировки столов осуществляется в пределах 10-8 минут, в зависимости от количества питающихся на данной перемене. С сентября этого года мы включили 8 новых блюд, которые разработаны нашим технологическим отделом, как технико-технологические карты, которые есть только у нас. На прошлой неделе у нас прошли первые 4 новых блюда, за которые мы получили оценки 5. И прямо-таки очень-очень с благодарностью от детей. У нас там солянка школьная, солянка с мясом птицы. Вот эти два варианта котлеты аппетитные, там овощи с сыром, на котлетку запекается. Она более сочная, светлая, потому что мы добавили в мясо говядина мясо птицы, и он уже совсем все по-другому. Согласование новых блюд с Роспотребнадзором – процесс непростой, но организаторы питания периодически меняют меню, чтобы школьникам не надоедало есть одно и то же. Здесь даже разрабатывают и внедряют собственные рецепты. Работают на перспективу, поскольку могут себе это позволить. А у нас в городе с организаторами питания сейчас заключают договор на один год. Нет гарантии, что предпринимателю дадут работать и дальше. В Оренбурге же договор с кормильцем долгосрочный. У нас заключаются договора с родителями напрямую, чего не было раньше. Раньше с управлением образования, со школой и все. Сейчас каждый родитель подписывает с нами договор. Каждый родитель имеет право принять наше питание или не принять наше питание. Сейчас родители наши союзники. И не только родители беспокоятся о качестве школьных блюд. Учителя и руководство образовательного учреждения также ведут большую работу по пропаганде здорового питания. Особых разговоров, уговариваний, что вот это так, для гостей у нас одно, для себя другое, такого просто нет. То есть есть одна пища для всех, и пища хорошая. Вот вы сейчас увидите, как питаются старшеклассники, потому что они питаются на последней перемене. И вы видите, здесь будут и девятые, и десятые, и одиннадцатые классы. Дети реально голодные. Они хотят есть. И они подчистую съедают все, что есть. Прошло несколько лет, прежде чем школьники поняли, что залог здоровья – это правильное питание. Сейчас их булочки не прельщают. Мы прошли этот период, когда у нас были очереди в буфет, когда по головам дети шли в буфет с этими. Я не знаю, как у вас, с копейками. Сейчас вы видите, расчет безналичный. То есть денег нет вообще. Зашли, и сразу все питаются. И буфет с 12 часов, потому что понятно, что кажется, купить эту булку, которая камнем упадет в желудок. Сегодня уже не каждый готов, поэтому особо желающих нет, я вам честно скажу. В школах Оренбурга питаются и старшеклассники, так нам рассказала директор. Но родители балаковских школьников могут в это не поверить. Не поверили и мы, поэтому решили подождать перемену, когда именно старшеклассники придут в столовую. И, как видим, действительно, едят все, и первое, и второе. Нас по телеку покажут. Привет, мам, я в телеке. Я плов с бутербродом, с джемом и чай. В корме в столовой очень вкусно. Но самое любимое блюдо, которое мне нравится, или напиток, это получается чай и плов. В общем, вкусный и сытный. Классы здесь приходят в столовую почти в полном составе. И проблем с тем, что кто-то забыл деньги дома и не может покушать, не возникает. Оплата производится карточками, на которых предусмотрен отрицательный баланс. На такой вот экстренный случай. Мы посмотрели все ваши цеха, очень чистые, очень красивые. Но у нас остался один вопрос. Как дети оплачивают школьное питание? Через какую систему? Система разнообразная, но она исключает полностью наличный расчет. Вот это безналичные расчеты, это терминалы, это система город. То есть это карточки, на которые поступают родительские денежные средства. И путем безналичного расчета по карточке классный руководитель закрывает стоимость питания каждого дня. Это позволяет использовать родительские деньги исключительно по назначению за питание, за горячее питание, либо в ряде школ у нас введена уже оплата за буфетную продукцию. Это достаточно удобно для всех. И для нас, как для организаторов питания, отсутствует предыдущая форма налички. Это задолженность за питание, это потеря денег детьми и оплата, либо использование этих денег детьми на покупку каких-то продуктов, которые не относятся к школьному питанию. В Балаковских школах организатор питания предприниматель Сергей Волков тоже начал реализацию проекта «Большая перемена». В производственных цехах будущего комбината школьного питания сейчас идет ремонт помещений, закупается оборудование. В школах уже устанавливается система для безналичного расчета. В больших городах подобные проекты успешно работают, и организаторы питания охотно делятся опытом, чтобы те, кто только начинает путь по совершенствованию системы школьного питания, избежали ошибок. Ну а мы призываем родителей активнее следить за тем, как питается ваш ребенок. Приходите в столовую, пробуйте блюда из школьного меню и высказывайте свои предложения организатору питания. Ведь только в диалоге можно найти решения, которые приведут к положительному результату. archно-производ rze